Всем привет! Блендер 2.91 и давайте в этом ролике рассмотрим, как сделать лунную походку Майкла Джексона. Давно хотел это дело попробовать, но забывал об этом деле. И вот давайте рассматривать, как тут всё устроено. Значит так, выбираем сначала кости, заходим в PostMod. Что я хочу сделать? Во-первых, значит единица на нампаде. Обс-мод. Семёрка на нампаде. Выбираю перса и R перекручиваю в эту сторону. Теперь тройка на нампаде. Выбираю кости. PostMod. И надо ноги поставить поближе друг к другу. Это значит нога сюда, это нога сюда. Вот они уже поближе будут. Теперь что ещё можно сделать? Тройка на нампаде. И попробовать одну руку сделать, ну как будто она находится в кармане. Так. Уберём видимость костей. G перекрутим, R перекрутим, G подтянем. Так. Вот таким вот образом. И G как-то вот, наверное, культурненько так и загнём. Во. Вроде бы она уже в кармане. Теперь включим видимость костей и вот эту косточку, семёрка на нампаде, нужно будет выкрутить. Потому что когда рука, кисть в кармане, то локоть чуть выходит вперёд. Вот. Выбираем теперь эту руку, косточку, G поднимаем, R перекручиваем. Так. Не капризничает. Пускаем уша. Теперь R вот так перекручиваем. Тройка на нампаде. G подводим к нашей кепке. R чуть-чуть ещё сгибаем. G приподнимаем, подводим. Где-то, наверное, вот. Ну, вот так вот. И вот эту часть подводим вот сюда вперёд. Вот так вот. Ну, вроде бы позиция есть. Таймлайн теперь выдвигается. И будем пробовать делать анимацию. На первом кадре выберем какую-нибудь ногу. С левой ноги он будет начинать или с правой. Это решать вам уже. Тут не принципиально. Выставляем ноги. Эту ногу. Ну, пусть он будет начинать ходьбу с этой ноги. И перекручиваем её. Так, давайте я вам поближе поставлю. И вот где пальцы, косточка, мы её тоже сгибаем побольше. Так, чтобы амплитуда была. Ну, и ловим опять же уровень пола. Чтобы одна нога не была выше или ниже другой. А эту ногу, вот эту ногу, мы уводим назад. Она натянутая, ровная нога. Получается вот такая штукенция. Ну, прописываем А и локрот. Вот, у меня один кадр получился. Видно, с прошлой анимацией остался. Так, теперь пятый кадр. Вот эта нога, вот эта нога. Так, пардоньте, перепутал я. Значит, вот эта нога идёт сюда. А вот эта нога, изогнутая, идёт назад. Вот так как-то. Переписываем А и локрот. Теперь на пятом кадре движется именно при лунной походке ровная нога, не согнутая. А вот именно вот эта, которая ровно стоит. Мы её теперь уводим вот до этой ноги. Ровно ставим. Выбираем косточку руки. Через шифт косточку таза. Выбираем ещё одну руку. Тройка на нампаде. И нужно персонажа ровно поставить. Где-то вот так вот. А и локрот. Есть такое дело. Получается у нас вот такое движение. Скользящая нога стоит. На десятом кадре получается у нас вот эта нога, которая стоит, должна стать вот в такую позу. Получается, что теперь вот эту ногу мы должны ещё дальше продвинуть на десятом кадре. Вот так вот эта штука получается. И R перекручиваем теперь эту ногу. Приподнимаем её теперь к верху и сгибаем. И R сгибаем вот так и устанавливаем вниз. Так вот этой косточкой опускаем вниз. А эту ногу R опускаем ровно на пол. Выравниваем её, конечно. Так вот ровно и опускаем вниз. А и локрот. Получается у нас вот такое действо. Так и на пятнадцатом кадре мы должны теперь вот эту ровную ногу подвести к этой ноге. Вот так. Выбираем теперь руки, таз через shift, тройка на нампаде и уводим всё это дело, как и в прошлый раз, ставим ровно. А и локрот. И какой косяк я здесь уже сделал. Получается на одну ногу у нас выходит три кадра. Так, здесь у нас ровно стоит нога. Потом, значит, по центру они стоят. Потом опять нога ровно и одна... Ага, нет, косяка я не впорол. Теперь нужно добавить ещё промежуточные здесь кадры. Вот в этих кадрах между, допустим, первым и пятым можно прописать третий кадр. Но когда третий кадр будет прописываться, тело нужно наклонить будет чуть-чуть назад туда. Так что давайте пока пропишем ещё путь. Вот у нас получается, значит, лунная походка, четыре кадра. Но на вот этих кадрах, вот между первым и пятым и десятом и пятнадцатым мы будем добавлять ещё покадровку. Допустим, здесь вот на двенадцатом можно прописать вот этот двенадцатый кадр. Вот этот, да, вот этот кадр тринадцатый прописывается, а здесь прописывается, допустим, третий кадр. И на третьем кадре мы вот это тело, вот здесь вот так вот, получается семёрка на нампаде. Нам нужно всё это дело перекрутить немножко, в сторону, ну вот, таз перекручивается. И тройка на нампаде, R немножко припустить, вот так. А и локрот. И смотрим, что получилось. Ну вот уже какое-никакое, а такое движение получается. А здесь у нас получается ровно так. А вот эту всю композицию, вот эту всю композицию мы отведём ещё дальше. Вот так вот, тройка на нампаде. И уведём её, ну где-то вот так. И R отогнём. А и локрот. И получается вот уже живенько. Наклон. Так, вот здесь ещё, кстати, нога далековато. Значит, нужно делать ещё поворот таза. Семёрка на нампаде. И немножко R. Перекручиваем. А и локрот. И смотрим, что получилось. Так, здесь вот он находится вот в такой позиции, в ровной. И упор идёт вот на эту ногу, которая согнута. Вот, значит, единица на нампаде, тройка на нампаде. Здесь уклон на эту ногу идёт именно на ровную. Нужно, значит, это всё дело переводить на согнутую ногу. Вот сюда. Вот. А. И локрот. Здесь пошла вот эта нога. И таз всё ещё находится. Упор вот на эту ногу. Вот на эту. А. А. И локрот. А здесь уже он выравнивается. И то же самое происходит тут. Значит, десятый кадр остаётся. Прописываем. Так, двенадцатый. Здесь у нас идёт постановка просто ноги. От пятого до десятого. Ну, можно тоже прописать какой-нибудь кадр. Вот этот, наверное. Потом. И десятый. Между десятым и пятнадцатым, где идёт вот эта движуха. Тоже добавляем. Ну, давайте двенадцатый. Шифт. Так, не шифт, а А и локрот. И двенадцатый передвигаем, значит, на тринадцатый кадр. Вот так вот. И повторяем то же самое здесь. Упор идёт на ногу согнутую. Так. Выбираем таз. Выбираем всё вот это дело. Руки. И с помощью ног, чтобы ровненько, чуть-чуть наклоняем сюда. Так. Ага. Семёрка на нампаде. И чуть-чуть перекручиваем именно вот этот вот таз. Так. И чуть-чуть вот на эту ногу наклон А и локрот. Что у нас на тринадцатом кадре? Получается на тринадцатом тройка на нампаде. Так. А где его вот этот кадр? Так. На десятом я ещё забыл опустить. Значит, нужно тело назад, чтобы потом уже не путаться. Значит, чуть-чуть назад и R перекручиваем. И семёрка на нампаде. Ну всё, тут тело перекрутил я. А. И локрот. Ну и смотрим, что получилось. Тройка на нампаде. Пошла нога, выравнивается. И опять пошла нога, выравнивается тело. Так. Пятый. Десятый. Первый. Десятый. Десятый. Сolnок agora. И то есть... Ну что-то в таком духе. И нам теперь нужно вот эти вот кадры. просто возможно продублировать. Получается вот это Shift D копируем на 20. И почему-то они не достают до 25. Вот так вот. И нужно теперь 20 кадр поставить где 15 ноги стоят. Отмечаем, запоминаем. Можно использовать шкалу, как я уже показывал. И вот эту ногу ставим сюда. Пишем и локрот. Теперь выбираем 23 и подставляем тоже в это место. И локрот. И 25 получается у нас уже так, где у нас должен быть 25. так, а 25 даже не 25, а 23 у нас должен быть где другая нога. Вот он. И локрот. и получается следующая нога, вот эта дальняя, это 25 кадр. Мы ее ставим вот сюда. И локрот. Смотрим, что получилось. так, теперь, пардонте, 23, Третий возвращаем на вот это место и локрот. Вот теперь проскальзывания не будет. Вот теперь нога зафиксировалась, он нормально будет функционировать. Ну и эту тогда тоже назад. И локрот смотрим. А потому что у меня кадры почему-то перекрутились получается. Так, значит вот этот кадр G на 20, этот кадр G на 23, а этот на 25. Так, и тогда у меня стоит нога, которая должна двигаться. Так, ладно. Delete keyframe. На 20 должна уйти вот эта нога ровная назад. Да, должна она уйти назад. А эта нога должна R встать на место ровно. И вот это все дело выбираем. Тройка на нампаде, уводим назад. И вот эту ногу R перекручиваем. G приподнимаем. Еще R перекручиваем побольше и пальцы тоже сгибаем. И немножко ее подальше. Так, где-то наверное. Пропишем пока А и Локрот. И смоем, что получается. Значит, эта нога у нас стоит. Та приподнята. Теперь у нас получается, опять же она стоит. Ну, в принципе, вот эти кадры должны были подойти. Не знаю, почему все это дело так не подходит. По идее, теперь пятый кадр, вот этот Shift D, должен подойти на 25. Проверяем. 20, это где у нас нога стоит. Нога пошель, это стало. И получается теперь 20. Где согнутая нога, вот здесь она должна стать. А, и Локрот. Смотрим, где что не так. Ну, вот идет скольжение. Все, нормально, сработало. Это у нас какой кадр? Ctrl Z. Попробуем его теперь в Shift D скопировать. И подставить вот сюда. Так, запоминаем, где согнутая нога. Она должна стоять на месте. И вот эту часть и Локрот. Вот идет перескок. Нормально. Проверяем. Теперь нужно, по идее, вот этот вот десятый кадр. Выбираем, делаем Shift D и ставим на тридцатый. Нужно его теперь тоже подогнать. Смотрим 25 кадр, где у нас согнутая нога. И там, где согнутая нога, теперь должна стоять ровная нога. И Локрот. Смотрим, что получилось. Все нормально. Перескок идет. На тридцать пятый кадр ставим 15, Shift D. Ставим 15 и подсматриваем, где он должен быть. Так, 15 стоит на ровной ноге. Значит, это где согнутая нога, по-моему. Вот так. И Локрот. Так, не И Локрот. Значит, тридцатый ровная нога. Вот копировать начинаешь, и получается, что сбой идет. Надо тридцатый кадр было сделать, а тридцать пятый подставить. Так, это получается, значит, у нас тридцатый стоит. Все, понял. В тройкаменном паде, где согнутая нога, она и должна, в принципе, стоять. Запоминаем. И Локрот. Смотрим. Вот пошло, скажем, на данном месте. Все. Классно. Теперь вот этот кадр, тринадцатый, шифт Д, копируем на тридцать третий. И теперь его тоже нужно подставить. Значит, тридцатый. Тридцать третий, он стоит на ровной ноге. Значит, подставляем к ровной ноге. Отмечаем, запоминаем, подтягиваем. И Локрот. Вот такая вот лунная походка. Надеюсь, скорость правильная. Если что, можно будет уже это дело ускорить. Так, теперь продлю вот эти анимации. Где-то хотя бы до семидесятого кадра. И потом покажу вам рендер. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok